Помог достроиться дольщикам, получил землю в качестве компенсации. Инвесторам, которые положат конец эпохи краснодарских долгостроев, возместят затраты и усилия перспективными участками в черте города. Об этом на совещании координационной группы по проблемным домам губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву рассказал глава Краснодара Евгений Первышев. Разговор шел в режиме селекторной видеосвязи между Краснодаром и Сочи. Проблема обманутых дольщиков для нашего края в последние десятилетия стала одной из самых острых. Решать ее приходится общими силами. В конце апреля в регионе принят закон. Инвесторы, которые помогают достроить такие дома, получают компенсации от краевой и муниципальной власти. Глава Кубани в ходе совещания отдельно отметил совместные успехи краевой и городской власти, а также прокуратуру в решении проблем долгостроев в Краснодаре. Без совместной такой слаженной работы вряд ли бы удалось достичь тех результатов, которые сегодня есть. Большинство у нас объектов уже разобрано в плане определения способов достройки и тех предложений, которые будем реализовывать. Конечно, очень рассчитываем по 23 объектам, которые у нас сегодня находятся пока неопределенными в части инвесторов, как раз и использовать механизм возможности нового закона Краснодарского края в части предоставления компенсационных земельных участков. В последний раз соберут... А земля-то есть? Земля есть потенциальная под... Замечка, земли немного, но тем не менее она есть. В первую очередь это будут массивы, которые будем поднимать в части ликвидности. То есть это не будут земельные участки с различными видами назначения. Хотелось бы, чтобы стоимость этого земельного участка была намного выше, а именно возможность их использования под строительство в дальнейшем микрорайонов. Будем приводить и генеральные планы, и правила землепользования застройки, и все остальные нормативные документы, чтобы они соответствовали самому выгодному виду разрешенного использования для потенциальных инвесторов. Тем самым повышая стоимость этой земли, с учетом того, что потом мы это будем зачитывать застройщику, который как раз и зайдет на те проблемные объекты, которые на сегодняшний день у нас еще пока не имеют инвесторов. Как подчеркнул губернатор, в компенсационный фонд можно будет направлять в том числе и земли, изъятые из нецелевого использования и возвращенные в государственную и муниципальную собственность. Евгений Первышев в ответ на это заметил, что краснодарские власти за ушедший 2017 год не отдали на торги ни одного земельного участка, предназначенного под строительство многоквартирных домов. Теперь с помощью нового краевого закона это дает городу больший простор для возможности привлечь инвесторов, которые завершат возведение долгостроев.